В краю, где сменяются зори, и ночи приходит конец, Стоял в поднебесном просторе красивый высокий дворец. Украшенный всюду камнями, он в солнечных ярких лучах Искрился цветными огнями, как радуга на небесах. В роскошных цветах утопая, дворец обнимали сады. И сладостно благоухая, в них сочные зрели плоды. Вокруг зеленели дубравы с обилием дивных зверей, Цвели изумрудные травы бескрайних лугов и полей. И жил в тех роскошных палатах, богач в наслажденье себе, Считался он самым богатым и знатным на этой земле. Сокровищ, несметные горы в больших золотых сундуках, Прислуга, одежды в узорах, стада на широких лугах. Табун скакунов, чистокровных амбаров просторных ряды, Избыток рабочих наемных, столы с изобилием еды. Работники в поле трудились, едва за аллеет восход, Зато от пшеницы ломились амбары его круглый год. А там, за дворцовой стеною, где вьется дорога в откос, Под голой отвесной скалою работал каменотес. Богач, из дворца выезжая, всегда бедняка замечал. Усердно скалу разбивая, он честно свой труд совершал. Лицо его солнцем палилось, мозоли на сильных руках, Но только смиренье светилось в спокойных и ясных глазах. Невзгоды его закаляли, и он не боялся труда, А рядом на камне лежали лишь хлеба кусок и вода. Когда небосвод раскалялся в потоках палящих лучей, Бедняк на колени склонялся над скромной пищей своей, И тихо в полуденном зное молитву свою возносил. Один в безмятежном покое он Господа благодарил За милость, любовь и заботу, что жизнь и здоровье сберег, Что силой послал для работы, и хлеб заработать помог. Однажды, когда по откосу богач проезжал на коне, Вновь встретил он каменотеса, склоненного в тихой мольбе. Потом, размышляя в дороге о том, как молился бедняк, Подумал, он молится Богу, однако он беден и наг. Так ехал листвой у колыша богач по тропинке лесной, Вдруг голос таинственный слышит в тиши за спицею спиной. Неистовым страхом объятый богач стал белее, чем снег, Услышав, что самый богатый умрет в эту ночь человек. Дрожа от смертельной тревоги, пришпорив коня до крови, Помчался, не видя дороги, он к дому в покое свои. Укрывшись в своем кабинете и дверь заперев на засов, Забыл обо всем он на свете, взирая на стрелки часов. Уж десять часов приближалась, сгущалась гнетущая тьма, В волнении челюсти сжались, и пот покатился со лба. Со страхом в жестоком боренье богач пораженье терпел. Смеркалось, и он в нетерпенье за стол над бумагами сел. Мерцали зажженные свечи, и тени по стенам ползли. Богач, торопясь в этот вечер, дела все уладил свои. Конца своего возжиданье перо и бумагу он взял, Собравшись умом завещанье, дрожащей рукой написал. Двенадцать часов прогремело, как грозный тревожный набат. Душа его похолодела, он в страхе отпрянул назад. Потом, прерывая дыхание, богач быстро на ноги встал. По комнате в лунном сиянии он взад и вперед зашагал. Но жизнь продолжала теплиться в груди, согревая ее. И сердце в ней раненой птицей стучало и билось еще. И он еще чувствовал силу и жизнь организма всего. Давно уж за полночь пробила, но смерть не касалась его. А время свой ход продолжало, часы унося за собой. Уже расцветать начинала. Богач все еще был живой. Уж пламя давно потушилось последней остывшей свечи. Казалось, что вечность вместилась в одной напряженной ночи. Как вдруг, заунывно печальный, пронзив предрассветный покой, Послышался звон погребальный из старой часовни пустой. Прощальной волной прокатился по спящему краю земли. Затем в тишине растворился и замер беззвучно вдали. Наутро от страха остывший на улицу, выйдя богач, Спросил у людей, проходивших, по ком был тут траурный плач. И снова на сердце нахлынул волной леденящий мороз, Ведь нынешней ночью покинул сей мир бедный каменотез. И понял богач, в глазах неба богатства земные ничто. Бедняк, что богат куском хлеба, для Бога дороже всего. Достоин не тот восхищений, кто тленным богатством объят, Но кто средь невзгод и лишений божественной веры богат. Слава Богу! Слава Богу!